На клетчатой бумаге есть квадрат размером n на n, где n – натуральное число. Сколько точек с целыми координатами может этот самый квадрат внутри и на границе содержаться? Ну, давайте скажем, квадратик со стороной 2. Как можно расположить? Ну, один из способов такой. Просто вот, чтобы это все были узлы клетчатой бумаги, тогда сколько этих узлов есть? Коль что? Девять. Девять. Если вы берете квадрат размером n на n, то сколько будет узлов? n в квадрате. Будет n, потому что один в квадрате. Отлично. А вот теперь, господа, смотрите, пожалуйста, такую штучку. Если я поверну или как-нибудь сдвину, то вообще-то количество точек может уменьшиться. Ну, например, вот этот квадрат я чуть-чуть-чуть сдвину в правый верх. Тогда количество точек с целыми координатами станет равно 4. Но больше, чем 9, как ни кладить, не получится. Докажите этот факт. Количество точек с целыми координатами, которые попали на границу или внутрь квадрата размером n на n, не может быть больше, чем n плюс 1 в квадрате. Причем равенство выполняется вот в таком очевидном случае. А во всех остальных случаях будет лучше. Интуитивно это, конечно, совершенно понятно. Потому что ясно, что при таком расположении квадрат очень много точек с целыми координатами покрыт. Но, с другой стороны, одно дело интуитивно понятно, а другое дело строгое доказательство. n плюс 1 в квадрате возникает из-за того, что когда у вас есть отрезок длины n, то на нем на самом деле точек n плюс 1. Я даже специально здесь нарисовал. Когда у нас был квадрат со стороны 2, то был ответ вовсе не дважды 2, а трижды 3. Посмотрите внимательно. Когда отрезок длины 2, то целых точек там 3 штуки. Точно так же, когда у вас квадрат со стороны n, то здесь вот есть такого расположения, чтобы стороны были вдоль линии сетки, горизонтально и вертикально, доказать нужно, что не бывает больше, чем n плюс 1 в квадрате. Подсказка. Конечно, это тоже упражнение на формулу пика. Чтобы получить максимальное количество кредитов, вы захватите границами. Отлично. И вот с этим вы пойдете на философский факультет. Науке так и было. Ревности. Люди вот так вот обсуждали, что для того, чтобы там было хорошо, разумно сделать вот так, получше, получше. И это назвал философию. И постепенно, с течением столетий, философия превратилась в математику, физику, химию. Когда научились, это строго доказывать. Между прочим, каких-нибудь там 500 лет назад в университете не было отдельно математического факультета. Знаете, да? Есть даже такой, а не кто-то, в Сайте Ньютон. Все-таки Сайте Ньютон, все знают? Это великий физик и математик, да? Он жил в Англии, между прочим, был начальником королевского монетного двора. То есть занимался вполне конкретными делами, кроме математики и физики, а именно монетной системой английской. Так вот, университеты, когда были маленькие, очень скрупулезно готовился к своим лекциям, но при этом совершенно не любил их читать. Ну, как бы он обязан, как профессор университета, и много чего знал, конечно, да? Но, тем не менее, он понимал, что большинство студентов все равно ничего не понимает, что называется, по сравнению с ним и так далее. Готовится так вот, чтобы студенты понимали, что у него не особо было время, в его действительно серьезные занятости. Вот, и поэтому обычно у него было очень мало студентов на лекции. И вот представьте себе, в один прекрасный день он приходит, а в аудитории сидит один слушатель. А Ньютон привык читать лекцию вот просто по бумажке с точностью до слова читать, не обращая ни на что внимания. Страшная проблема, потому что у него там в листочке написано, ну, так типа, уважаемые слушатели. Ну, в английском языке S, да? Множественное число. А здесь один. Здесь придется всю лекцию перестраивать с множественного числа на единственное. Ужас. Сначала Ньютон не понял, что ему делать. Потом подумал, подумал, подумал. Побежал в соседнюю комнату, взял там, простите, скелет человека, принес, поставил рядом с этим студентом, сказал, теперь вас двое, взял листочек свой и стал читать. Уважаемые слушатели, на прошлой лекции мы пошел читать лекцию подряд с Забуфином. Сейчас мне нужно математическое доказательство, а не рассуждение о том, как выгодно, как невыгодно, как хорошо взять, как неплохо взять. Повторяю, мне нужна математика. На примере этой задачи очень хорошо видно, чем малый махмат отличается от Дней науки. Знаете, сейчас, с 11-12 октября, в Москве проходит такая штука, как Дни науки. Что такое Дни науки? Это праздник. В разных местах, там многие хорошие люди, то есть там действительно хорошие лекции, даже новости лауреата, несколько человек приехали, то есть действительно большой праздник. И вот, и в университете у меня есть, в каких корпусах это проходит, и так далее, и так далее. Вот, отлично. А что там расстроено? О том, какая наука красивая, какая она симпатичная, как много она всего доказала, и так далее, и так далее. Так вот, ребят, доклад Малый Махмат – это не праздник науки, а это будний науки. Самый, что на месте требует, когда нужно не просто услышать, да, вот на этой Дне науки вам бы сказали, количество точек не превосходит, то есть один в квадрате. И все, и пошли бы дальше, что ученые доказали. Продолжение следует...